Егорские врачи приняли роды у пациентки с подозрением на COVID-19. Уникальный случай произошел в окружной больнице Ханты-Мансийска. Беременная женщина контактировала с человеком, у которого тест на коронавирус показал положительный результат. В каких условиях медики принимали роды, чем опасен коронавирус для беременных, смотрите в следующем сюжете. Рождение ребенка Людмилы Грибовой стало одним из самых необычных событий за последнее время. В начале апреля будущая мама обратилась за помощью в ВКБ Ханты-Мансийска. Подходил срок родов. Как вдруг выясняется, что у супруга Людмилы положительный тест на коронавирус. Правда, два последующих теста уже были отрицательными. Однако, меры все же приняли. Людмилу поместили в инфекционное отделение в отдельный бокс. Маленькое очень помещение. И как там поместили все, до сих пор для меня это загадка. Что касается состояния и в момент процесса, и после, я достаточно быстро восстановилась, уже на третий день. Я готова была уже куда-то бежать. Но, к сожалению, нам пришлось две недели еще с малышом пробыть в учреждении. Диагноз коронавирусной инфекции у Людмилы Грибовой не подтвердился. Тем не менее, роды принимали в Мельцеровском боксе, специальном помещении, которое предназначено для полной изоляции. К слову, такие палаты подготовили в окружной больнице заранее. Во время родов вся медицинская бригада была в полном снаряжении. Маски, перчатки и специальные костюмы. Безусловно, окружная клиническая больница готова оказывать помощь матерям и детям в современных новых условиях с обеспечением полной инфекционной безопасности. Безусловно, эта готовность была сформирована еще задолго до того, как появился первый пациент. Близкие Людмилы Грибовой очень сильно переживали. Во-первых, беременным противопоказаны большинство лекарств, что усложнило бы лечение будущей мамы. Того хуже, коронавирусная инфекция может стать причиной преждевременных родов и отразиться на развитии малыша в утробе. Впрочем, это в тяжелых случаях. Во время беременности происходят физиологические изменения в иммунной системе. Поэтому то иммунодефицитное состояние, транзиторное физиологическое иммунодефицитное состояние, оно может привести к развитию в том числе и тяжелых форм любого инфекционного заболевания, в данном случае новой коронавирусной инфекции. Спустя две недели после родов Людмилу Грибову и новорожденного малыша отпустили домой. Однако за их здоровьем до сих пор следят врачи. На сегодняшний день в Югре остаются под наблюдением медиков еще несколько беременных женщин с положительным COVID-19. Если потребуется, югорские врачи смогут без труда вновь встретить этот вызов достойно.